Привет, друзья! Сегодня у нас урок для самых маленьких, для тех, кто только что приобрел свою первую швейно-вышивальную или вышивальную машину и не знает, как к ней подступиться. На этом уроке вы познакомитесь с отрывным клеевым стабилизатором и выполните свою первую вышивку, используя дизайны, встроенные в вашу вышивальную машину. Прежде чем мы приступим к вышиванию, предлагаю вам ознакомиться с инструкцией. Откройте содержание и найдите описание следующих шагов. Намотка и установка шпульки, нижняя нить, заправка верхней нити, установка лапки для вышивания, замена иглы и выбор рисунка вышивания. Третий и четвертый пункт касаются тех, у кого швейно-вышивальная машина. Вам нужно поменять лапку и установить универсальную иглу для вышивания. Нет смысла читать все сразу. Прошли раздел, повторили, перешли к следующему. Если на каком-то этапе у вас возникли проблемы и вы не можете разобраться, оставьте комментарий под роликом или заметки, и я вам помогу. Хочу вам дать рекомендации по выбору рисунка. Выберите небольшой рисунок размером не более чем 100 на 100 миллиметров в 3-4 цвета. Пусть первая вышивка будет простой и легкой. Не стоит сразу усложнять себе задачу. После выбора рисунка подберите подходящие цвета для вышивки. Расставьте цвета в порядке их следования. Следуя инструкции, заправьте нижнюю и верхнюю нити. Итак, машина подготовлена. Переходим к следующему шагу. Это приклеивание и запяливание клеевого стабилизатора. Немного теории. Клеевым отрывным этот стабилизатор называется потому, что у него есть клеевой слой, и он обрывается по краю вышивки по окончании работы. Его приклеивают к изнаночной стороне ткани и запяливают вместе с ней в пяльца. Единственная задача стабилизатора – предотвращение стягивания во время вышивания. Клеевой отрывной стабилизатор бывает двух цветов – черный для темных тканей и светлый для светлых. В принципе, цвет имеет значение только при работе с неплотными, полупрозрачными или прозрачными тканями. И то в том случае, когда застил вышивки неплотный, и есть вероятность, что стабилизатор будет просвечивать сквозь структуру ткани. Если вы возьмете темные плотные джинсы, то нет никакой разницы, какого цвета стабилизатор вы выберете, потому что он останется под вышивкой. Стабилизатор имеет разную плотность. Чем тоньше ткань, тем менее плотный стабилизатор понадобится вам для вышивания. Есть четкое правило, которое начинающим лучше соблюдать при выборе плотности стабилизатора. Стабилизатор не должен быть плотнее ткани, иначе вы получите плотное вышитое пятно на более мягкой ткани. Итак, возьмите отрывной клеевой стабилизатор, определите на глаз его плотность и найдите у себя в закромах подходящую ткань. У меня в работе тонкая ХБ с добавлением какой-то синтетики. И отрывной клеевой стабилизатор с брокировкой 1620B. B означает, что стабилизатор клеевой. Приклеивание и запяливание. Отрежьте ткань чуть больше, чем размер пялец. И такого же размера стабилизатор. Положите ткань изнаночной стороной вверх и проглотите ее. На изнаночную сторону ткани положите стабилизатор клеевой стороной вниз. Сейчас у нас изнаночная сторона ткани соприкасается с клеевой стороной стабилизатора. Прогладьте стабилизатор утюгом. Задача следующая, чтобы он хорошо приклеился к ткани. Ослабьте винт и выньте внутренний обод пялец. Положите внешний обод на стол и сверху разместите подготовленную ткань лицевой стороной вверх. Расположите внутренний обод поверх ткани и вдавите его. Затяните регулировочный винт так, чтобы ткань плотно удерживалась между ободами пялец. Если у вас этот процесс вызывает какие-то вопросы, почитайте инструкцию. Установите пяльцы в держателе, опустите лапку и запустите вышивание. По окончании вышивания выньте пяльцы из держателя, ткань из пялец и оторвите стабилизатор с значной стороны. Обрежьте ненужные протяжки и нитки. Прогладьте изделие, избавляясь от волнистости ткани, вызванной стягиванием во время вышивания, если такова имеется. Удачной вышивки!